всем привет дорогие друзья на связи канал уже не доктор и сегодня мы с вами обсудим биткоин да и в принципе чуть-чуть рынок в целом что может сегодня стать триггером для продолжения роста биткоина в принципе мое ощущение мои наблюдения по поводу дальнейших событий прежде чем мы начнем рекомендую подписаться на мой канал ссылочка будет в описании там контент выходит в большем объеме чаще оперативнее ссылочка в описании 21 сентября я опубликовал свои мысли по поводу китайского фондового рынка опираясь на шанхайский индекс и там я заметил что цены движутся в достаточно крупном треугольнике и достигли уже его нижней границы и очень велика велика как раз вероятность отклонения и ну достаточно серьезное ралли на этом рынке и я предположил что эти цены которые есть сейчас наверняка одни из самых лучших на ближайшие годы по индексу шанхайскому и также глядя на юань на его силу против доллара все предположение что неплохим раскладом было бы зайти в китайский фондовый рынок на сегодня и знаете я хотел зайти в alibabu еще там рассматривал несколько других компаний китайских из технологического сектора но как назло мой брокер заприметив что я перебрался в сша требует от меня форму налоговой отчетности w9 я ее заполняю а он не хочет ее принимать и пока он ее не примет и я не знаю что делать вообще я не имею доступа к своему биржевому аккаунту брокерскому счету поэтому как раз в эти дни я реально был настроен купить alibabu но так не смог зайти в итоге через пару дней китай объявляет о символах для малоимущего населения там в районе ста с копейками там 140 миллиардов долларов по моему это пока что только первый стимул и на этих новостях китайский рынок достаточно сурово отреагировал все об этом я писал у себя в теле в теле в телеграм-канале ну вот допустим акции alibabu то есть они на тот момент были где тут у нас 21 сентября как раз это не были в районе 90 долларов они до 88 90 долларов а сейчас они уже 105 на то есть принципе таким вот образом меня биржа в который раз уже бреет первый раз она меня сбрила прямо потери были значительные сняли мой из-за срока давности стоп приказ по акциям мета вследствие чего мои убытки стали существенно больше ожидаемых они просто у меня взяли удалили мой стоп приказ по истечению трехмесячного срока давности так что имейте ввиду дамы и господа если имеете дело с брокерами не повторяйте моих ошибок тщательно изучайте документацию относительно отложенных ордеров и заявок этом первый раз когда меня интерактив брокерс пробрил а это уже второй раз у меня по первый раз он не побрил на размер убытка второй раз он меня побрил на нереализованную прибыль не дав мне просто купить акции когда я когда мне это нужно было затребовав форму налоговой отчетности и сейчас я честно говоря глядя на это все расстраиваюсь и даже подумываю может быть может быть сменить брокера вот так что вот история это моя личная история личная боль локальная относительно биткоина мы с вами рассматривали мы с вами рассматривали всю дорогу треугольник и у меня как бы есть несколько мыслей по этому всему да то есть мы с вами рассматривали вот этот вот треугольник и он был вот такой получается здесь была волна b c и может быть может быть вот это была уже волна е просто была недоразвитой она по фиба дала отклонение 0 38,2 процента от волны d и в принципе это не типично но базовые принципы построй по построению треугольников две точки касания как минимум да тут у нас даже три точки касания сверху и снизу и они выполнены и в принципе да в какой-то степени можно считать если вообще так упростить скажем волновую теорию то да это можно считать за выход напрягает не то чтобы прямо какой-то знаете существенный объем на выходе из этого треугольника его бы хотелось бы видеть побольше и пока эта ситуация меня все же напрягает и единственное что внушает некоторое доверие то что мы пошли выше буквально последнего простого скользящая средняя который значимого которое только может быть использована на графиках биткоина это двухсотдневная скользящая средняя вот она сиреневая мы сами выше всех и недельных и дневных и простых и экспоненциальных скользящих средних везде все мы преодолели в сторону повышения все какие-либо значимые они находятся под нами большинство из них уже даже недели подтвердились вот уже три дня будет вторая неделя подтверждения что вообще очень хорошо ну двухсотдневная скользящая средняя пока что имеет полноценный один день подтверждения да то есть вот он буквально полчаса назад произошел и это значит что все эти скользящие средние поменяли свой статус уже с сопротивления на поддержку и они нам сейчас будут играть только на руку в случае с последней двухсотдневной скользящей средней конечно хотелось бы видеть и этот еще следующий день все-таки выше этого скользящего она находится на уровне шестидесяти трех тысяч восемьсот двадцати пяти долларов на данный момент вот хотелось бы все-таки удержать его и это будет все-таки дополнительным бычьим сигналом ну и конечно конечно радует что мы преодолели в локальный экстремум шестьдесят пять тысяч долларов во первых и круглое число ну и такое здесь прямо пятно в виде сопротив уровня сопротивления и мы сейчас выше него есть подтверждение пускай опять же без существенных объемов хотя они все-таки оказались повыше чем типичные последнюю неделю да то есть все-таки рост объемов произошел и сейчас мы получается тестируем эту впадину очень важно не нырнуть назад очень важно чтобы это не был ложный выход здесь через локальное сопротивление потому что это будет очень серьезным признаком того что сейчас пойдем дальше корректироваться и важно как раз удержать эти шестьдесят пять тысяч долларов не спускаться ниже там как-то закрытиями днем где один день или два дня потому что все это может обратно же скорректироваться обратно до нижней границы данного треугольника вот но пока что картина все-таки выглядит достаточно бычий и я не зря начал это видео как раз с обзора китайского рынка потому что все мы помним о то ралли которая у нас началось сразу после коронадампа здесь все помнят те стимулы которые американское правительство а потом уже подключились и другие другие государства в мире начали стимулировать экономику но в особенности американская до путь через стимулирование раздачу денег да то есть именно не выкуп каких-то мусорных активов у банков да а все-таки через прямую раздачу населению денег дабы поднять покупательную способность спрос поднять чтобы стимулировать так сказать напрямую экономику путем вот этой вот финансовые инъекции напрямую людям в руки в принципе то же самое сейчас сделает китай конечно не в тех масштабах что америка тогда производила произвела примерно раздала в среднем 6 тысяч долларов долларов на руки в среднем нуждающимся да кто-то это бы было колоссально тем не менее китай это вторая экономика мира после соединенных штатов америки и пока что первый стимул вроде бы как выглядит так что пока что где-то примерно там по 500 долларов на руки малоимущим малоимущие получат вот что в принципе для китая ну это уже существенные деньги да там средняя зарплата там наверное долларов 800 может быть тысяча и это уже хоть что-то и это только первый стимул и в принципе стимулирование экономики может подстегнуть в том числе и рисковые активы в том числе и биткоин поэтому на этих стимулах на этих новостях растет у нас не только китай может вырасти но и может вырасти вырасти и криптовалюта несмотря на ее статус в этой замечательной стране как китай вот поэтому я сейчас по большей части настроен побычим в общем и целом но с некоторой все-таки долей осторожности несмотря на то что мой первый путь опцион защитный себя не оправдал я убрал на случай на всякий случай если вдруг мы там опустимся до 45 тысяч долларов я думал что что если вдруг мы там там окажемся его там покроют и вместо того чтобы стоп вставить на текущую лонговую позицию я бы там еще то есть добавил бы просто после покрытия то ваша этого путь опционом после его продажи я бы все-таки взял бы еще усилил бы лонг на тех уровнях но сейчас уже он у меня экспирируется завтра сутки остались и я вчера в сером канале у себя сказал что я решил купить еще один путь опцион тоже страйковая цена у меня у первого было 55 я решил там принципе особо не менять страйковая цена 56 тысяч долларов этот путь опцион стал подешевле он обошелся мне более чем два раза дешевле чем первый взял его пока что только на месяц почему а потому что все эти вопросы относительно вот такая неуверенность того сходим или мы еще ниже и не сходим по большей части они отпадут после только после того когда мы обновим исторический максимум ну и вообще хотелось бы все-таки пойти ну для начала да прямо вот уже хотя бы первые первое прям серьезное облегчение пойдет когда мы закрепимся уже соответственно ниже этой трендовой линии вот это вот желтенькой и уже пойдем выше да пока что пока что есть сценарий я его уже обсуждал несколько недель тому назад по неделе полторы или две назад что может быть что вся эта история у нас все еще продолжается этот треугольник может стать нам например гораздо больших масштабов и это например все вот это вот может оказаться просто волной b как раз понимаете то есть она может закончиться прямо здесь и это все у нас будет завершаться таким здоровенным восходящим треугольникам то есть это может быть да то есть вот у нас примерно такая вот история и тогда его апекс получается будет приходиться на конец начал конец этого года начала следующего года и с большой осторожностью конечно надо относиться к уровню цен в районе 70 тысяч долларов если бы мы преодолели эту всю историю как только мы заходим на новые исторические максимумы как только мы там закрепляемся желательно хотя бы одной неделе я буду уже защищаться соответственно не путами а обычными стоп приказами как раз уже за спрятанными за исторический максимум текущий да то есть за 73 тысячи на этом за 70 тысяч поставлю просто стоп приказ да и все и буду себе спокойненько ждать вероятного похода на на соточку или около того вот до тех пор конечно еще масса вариаций есть того как это все может произойти но скажем так наибольшая вероятность того что все-таки это это и будет сейчас продолжаться треугольник очень плохо мне напоминает вся эта история вся структура ломаная тяжело на самом деле просчитать здесь волан волны как следует это все еще может быть массивная тройка с растянутыми подволнами окончательно здесь уже можно будет сказать после формирования из-за из-за того что здесь нет такой знаете ярко выраженной структуры как например вот как просто если мы открываем неделю и смотрим на вообще в целом более глобальную картину вот первая волна вторая третья до 4 сейчас мы все равно идем четвертой волне и все равно это все похоже на обычай всю историю но тем не менее я еще проявляю некоторую осторожность потому что пока что нет стопроцентных подтверждений того что это коррекция закончилась и опять же это отсутствие похода на уже более высокие значения там уже выше 70 тысяч долларов а в принципе от текущих значений это уже не так уж и далеко вот поэтому может быть есть смысл дождаться этого вот и то что коррекция это возможно еще не закончилась меня останавливает от какого-то такого прямо ярко бычьего настроения сломя голову кричать том что все to the moon здесь еще еще может быть не все кончено вот поэтому может быть есть еще расклад при котором мы еще раз сходим ниже и там там в районе обратно вернемся к району 56 57 тысяч долларов вот альты начали отстреливать советую посмотреть мое прошлое видео посвященное эфириуму ну во всяком случае картина мне сейчас нравится она обычая и это все что наверное надо было бы в этом видео просто сказать без большого количества лишних слов в завершении разве что только добавлю что все шартовые позиции которые у меня были на краткосрочном моем аккаунте где тестирую краткосрочные стратегии там объемы значительно меньше были там уже все я вышел из всех шартов которые там были по битку у меня там остались только ланге по тонкоину и по эфиру и также у меня long по эфиру на основном аккаунте открыт более долгосрочный по эфиру опять же напоминаю смотрите прошлое видео там вообще детально объяснил почему считаю что нужно тарить эфир и на каких уровнях можно было бы его еще попытаться ставить подешевле от текущих и какие цели на ближайшие там полгода год по эфиру в общем картина маслом вопрос заключается в том как как долго нам с вами ждать счету за муна будет ли рынок еще над нами издеваться или уже эти все издевки закончились вот в чем вопрос во всяком случае вот на этой области вот на этой области надо сконцентрироваться там кто верит во всякие там афирмации ребята просыпайтесь по утрам помогите этому рынку я не верю но я на всякий случай вам говорю давайте ваша помощь не помешает ему и вообще ничего не помешает никакая помощь абсолютно поэтому вот если вы всю эту лабуду верите просыпайтесь по утрам и давайте афирмации биткоин расти не забудьте конечно же перед этим затариться по полной программе этим биткоином чтобы ваши афирмации гораздо были искренне эффективными поэтому вот давайте-ка всеми силами скажем этому товарищу давай давай дружище давай давай пробей уже это это сопротивление давай уже чтобы была жизнь была повеселее потому что ну уже ну надоел но сколько можно во всех этих историях уже задерживаться си уже нет никаких абсолютно издевается над нами вот я надеюсь что все-таки самый первый расклад при котором я сказал что там была какая-то недоразвитая волна е он уже завершился к сожалению я хотел бы хотя бы еще все-таки раза в два увеличить свой лонг ну и по всей видимости придется искать какие-то другие более удобные точки для усиления пока что в этой области я бы не советовал усиливаться если у вас есть желание мощное сильное купить биткоин прямо сейчас прямо сейчас бы я бы наверное на вашем месте подождал бы подождал бы либо выхода его из этой всей фигуры либо все-таки возврат ну хотя бы да до вот этой вот локальной линии восходящего тренда этого потенциального все еще пока что треугольника возможно более крупных масштабов вот такая история такая история так то больше по моему сказать и нечего знаете что я в последнее время очень занят изучением изучением новых методик технического анализа и как-то мне знаете не не до обзоров рынков потому что бывает садишься думаешь сделать надо обзор и надо чего-то вот найти какой-то интересный актив а что у людей есть наличие когда сам ты не сидишь в альтах ты не можешь прочувствовать что у людей в наличии потому что у меня ну что у меня у меня тонкоин у меня эфиум все что у меня есть из альткоинов ну там еще всякой пыли может быть там есть немножко но в основном то у меня альтов то и нету поэтому и поговорить то искренне не о чем поэтому давайте подойдем с другой стороны раз уж вы уж такие молодцы досмотрели до этого момента просто напишите в комментариях какую криптовалюту какой альткоин или какой-либо актив вы хотели бы чтобы я разобрал вот прямо от начала и до конца какой-то я посмотрю мы какие там будут самые популярные комментарии самые залайканные вот то и будем обозревать наверное попытаемся ввести такую традицию пишите в комментах и будем расширять арсенал анализа на моем канале на этом все я вам всем желаю жирного профита увидимся в следующем видео пока